сделаем так то что такое было это любительский аддона от систем а от dark пулса и его банды сделаем вот так тогда так новые облики каждому классу чогал предсказатель бла-бла-бла но мы еще их вид явно увидим это у нас что комплект карт это типа бустеры да вкус крупной охоты это как откуда я знаю рубашка конечно топовая упашка за месяц рубашка за предзаказ это секс конечно или и лиданская такая тема окей что у нас тут где надо как-то это сделать нормально почему тут вечно вот эта херня воин карты воина пылающий воин каждый раз когда вы получаете броню наносит урон случайному персонажу противника равный количеству полученной брони за 4 маны 25 странные статы вы получаете броню наносит урон случайному персонажу противника равным количество полученной брони то есть если скамбить с этой защитницы то он 5 урона рандомно куда-то нанесет ну понятно 9 мана но все равно жестко как-то плюс ее можно скамбинить с армор смиткой выставил там начал меняться и по одному урону пью 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 пылающий воин имба ну прикольная тема охотничья дубина боевой клич получает плюс один к прочности за каждого зверя на столе с бы сейчас бы войны через зверей собрать это прикольно лесной боец случайная карта на вашей руке стоит на 2 маны больше а вот это прикольная тема вот это новая какая-то механика случайно карта вашей руке стоит на 2 маны больше за 1 ману 1 2 1 точнее 2 3 поставить прикольно но ты какой-то своей карте режешь темп это круто реально топать яростный ящер за 3 маны 3 2 рывок 3 2 рывок за 3 маны как-то жестко ну хотя тут же всадник на волке за 3 маны 3 1 имеет статы немножко overpower если в общем смотреть лесной палыч боевой клич уничтожает выбранное существо с неполным здоровьем выбранное существо с неполным здоровьем серьезно это казнь с дропом за 3 за 5 маны 3 5 не имеет имба мастер клинка самура боевой клич получает рывок или неистовство ветра за 7 маны 4 9 но это этот крак с рывком только у него есть еще шанс неистовый ветер получить или неистовый ветер статы какие-то странные за 7 маны 4 9 но его можно кстати пробафать эти 9 хп позволят тебе накидывать там минерагу какую-то еще что-то на скамбине тебя особо не получится ну хотя за 7 маны получаешь неистовый ветер даешь карте рывок за 3 маны и накидываешь 2 н рейджа просто миллиард урона в лицо сейчас бы свои карты за 10 маны не разыграть то есть она 12 будет стоить ну да если у тебя 10 дроп есть эту карту не получится разыграть удар с плеча наносит 5 единицы урона вашему герою урона ваш герой получает плюс 3 к броне это типа бафнутый баш какой-то типа баш 3 урона наносит и 3 брони стакает и за 3 маны да он по моему а тут 5 урона и за и 3 брони ну как бы балансно потому что за 5 маны нанести 5 урона еще и 5 брони стакнуть такое ну хер знает хотя скажется даже слабоватая карта мог тогда уже полный аналог баша делать ok карты друида охотница эхо предсмертный хрип призывает ящера 3 2 опять а-ля крошер за 4 маны мы получаем якобы 6 5 статы ну это прикольно ну крошеры чего ним сказать урсол чего там давайте возьмем те же карты но все статы на плюс 2 поднимем такая игра была сейчас у нас хардстаун имба эхо но их и химба да но крошеры урсол только с крошера может выпасть один-один а тут может тут тут стабильно ты получаешь 3 2 урсол получает плюс 3 к здоровью и провокацию если под вашим контролем есть урсук а где урсук древний полу боевой клич получает плюс один плюс за каждое вашего зверя на поле боя но этого этот за 5 маны которые за 5 маны которые 4 4 вожак северного волка или по моему только там независимость от зверей то есть ну то на то лучше взять его чем брать вот за 5 маны 4 4 который где-то там получит баф если есть звери но если собирать отдельную колоду под зверей то да он как бы сам зверь торжественные торжество природы выберите эффект призывает два древня 2 2 или древо 44 или 4 саженца 1 1 это прикольная карта прям три разные опции под разные ситуации может зайти любая хочешь больше заспамить стол ставишь много единичек потом дает даешь рев и просто вносишь миллиарда дэмэджа ваш герой не может быть целью заклинали или сила героя ветреная дриада но не знаю нужна ли такая карта за 3 маны 24 то есть там умирает от всего толком никуда не разменивается это как 4 4 у мага вот этот вот который захоронить защищает тебя ну хотя тут просто не может быть заклинаниями и силой героя такой короче какой-то не до недомолганец дриада баланс ты не все карты война посмотрел окей вернусь вот урсук получает плюс 3 атаки и рывок если под вашим контролем есть урсул суши ну а как они друг друга то сыграют как и как их друг с комбинить друг с другом то есть ты одного поставишь у тебя соответственно ты или один баф получишь или второй получишь под контролем я так понимаю но он должен быть на столе она как-то не сходятся эти механики то есть ты поставил урсука то тогда ты играешь вот этого урсола и получишь плюс 3 к здоровью а просто как дроп кидать за 5 маны 4 4 ну как-то слабовато не знаю мне не очень понятно с энергии этих двух карт как они должны работать на выбор 4 4 побольше бы таких карт близам чтобы игрок мог действовать на свое на свое усмотрение а не надеяться на рандом с раскопкой какой-нибудь да это как у мастера шестеренок не боевой клич а просто присутствия на поле баф дает а это просто а понял 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 да 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 нету боевого клича все понял друид отшельник боевой клич случайная карта в вашей руке стоит на 2 маны меньше за 4 маны 33 но есть шанс удешевить на 2 маны в принципе норм такой taurison instant taurison защитница зверей боевой клич если под вашим контролем нет зверей превращается в кошку 4 4 если под вашим контролем нет зверей превращается в кошку 4 4 ну это прикольно тупо тупо в любой колоде юзаешь в любой деке где нету зверей юзаешь ее просто берешь к себе и за 3 маны стоишь 4 4 не знаю насколько это правда сильно ну типа это это карта тогда заменила бы тень на аксрамаса изи вообще потому что некоторые заменяют ее тем же этим ограм который рандом находит а тут ты по-любому получаешь 4 4 кошку найс звериный опрыть выбранный зверь получает способность предсмертный хрип замешивает это существо вашу колоду выбранный зверь получает способность предсмертный хрип замешивает это существо вашу колоду аааа типа эффект малорна накладывает накладываешь на любую карту ну за 1 ману ну не знаю стоит ли забивать спот в колоде таким заклинанием Очень спорная Ладно, чего там мы воина не посмотрели А, вот эту вроде бы не видели Заступница, боевой клич, выберете карту За каждое ваше существо со способностью провокации Таунта воин Близзы, допустим, давно хотят его сделать Остальные мы вроде бы посмотрели, да Близзы давно намекают на этого таунта воина Может быть и заехал бы Боевой клич, выбранное существо с провокацией Получает плюс один, плюс один Но опять под таунта воина Какие-то бафы за бафы Конечно, это все поприкольнее было бы Привет, Тимуха Ну нет, для легенд Друид имба с удешевлением Защитница зверей имба Сходка за одну ману на одну карту Воскрешает таунт вара Ну да, вот эти две последние карты Они под таунт вара прям Ничего вроде бы А, одножрец у нас что? Северный гиппогриф Предсмертный хрип наносит один или три урона обоим героям Дресня какая-то Архиепископ Бенедикт Серьезно? Че, 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 че? Каждый раз, когда персонаж восстанавливает здоровье Вы кладете в руку случайную карту вашего класса Она стоит на одну ману меньше За семь маны Пять семь Статы интересные В принципе терпимые Но стоит ли это того добора? Хотя сразу удешевляешь карту Что добрал Ну, какая-то спорная Не знаю Темная сущность Боевой клич призывает на поле боя Копию случайного существа Из колоды противника Стоимостью две маны Найс За четыре маны ставишь как минимум статы пять За четыре маны ставишь статы пять-пять Как минимум Ну, то есть, если брать шаблонный дроп Два-два Который редко кто берет В основном это три-два какие-нибудь жонглеры Ну, или два-три Но в любом случае То есть, ты пять-пять как минимум ставишь Если не брать там сову какую-то Или еще что-нибудь Ну, норм, норм Даже имбам чуть-чуть можно сказать Жатва Вы берете две карты Если ваш герой в облике тьмы Вместо этого наносит Вы берете две карты Если ваш герой в облике тьмы Вместо этого наносит шесть единиц урона Прикольно Опять этого Как он там Шадоу Шадоу приста Чтобы вернуть Тему с шадоу пристом Жангдер, кстати, сразу триггерится от существа Бенедикта прям хочу Бенедикт Это вообще топач Темный зверь Боевой клич Восстанавливает четыре единицы здоровья Если ваш герой в облике тьмы Вместо этого наносит четыре единицы урона Восстанавливает А куда наносит четыре единицы урона То есть выбрано или рандомно Наверное выбрано За три маны два три, конечно, отстой Плюс до этого ты должен сыграть темную Вот эту вот Облик тьмы Ну то есть ты можешь с монетки сыграть Облик тьмы Потом поставить эту карту За контроль есть четвертый дроп Ну вообще Под шадоу приста Если сделать этот архетип По-моему, тема нормальная Сумречный охотник Боевой клич Следующее Разыгранное вами заклинание Вместо восстановления здоровья Наносит урон А у кинайка на один ход То есть Любой хил вносит дэмэдж на один ход Не имеет места быть, но Скучная за две маны два-два Чисто шаблон Осознание тьмы Наносит рейденицу урона Герою противника Вы получаете копию карты Из колоды противника Добор за три маны Одну карту добрать Но тут именно герою противника То есть вот эти три урона Если бы это в карту было То это, конечно, было бы жесть Это тот же забытый факел С добором только Ну как жесть Такая тоже спорная карта Не знаю Хотя если с каким-то спд С комбить, то может быть Бринус счета получает Плюс один, плюс один За каждого мурлока на поле боя О, сейчас бы преста на мурлоках собрать Это было бы, конечно, сильно Служитель Аракуа Боевой клич Ваш герой переходит в облик тьмы Во! Вот это тема. За 5 маны и сразу 5-5, и герой еще в облик тьмы переходит. Тогда сразу шадоу... Шадоу демона мутить. Надо просто что-то поделать, а то хардстоун залагает, как всегда. Мурлокаприст. По сути, карты практически похожи. Добавляют новые, значит, становится больше мусорных карт из старых наборов. Запоминать все карты, заняться больше нечем, Карл. Фен, давай быстрее смотри, так все время потратишь. Да, ради бога. Какое все время? Я никуда не тороплюсь. Жрецы. Мак. Там еще столько карт впереди. Ледяная ловушка. Секрет. Замораживаю всех существ противника, если под контролем противника 3 или более существ. Ну такой, типа суд новый, только с заморозкой. Ну вообще имеет место быть, то есть. Хотя херово знает. Только какому-то фрезу, наверное, запихнуть. Лишняя заморозка, не знаю. Огромный монозмей. Уууу, мне нравится Артик. Артик прям вообще секс. Провокация. Боевой клич получает плюс один к атаке за каждое заклинание в вашей руке. Имба. Просто имба. За 4 маны 1.6. Окей, ну у тебя может быть куча быть заклинаний. Монетка в руке может стоять у тебя. Ты можешь просто ее придержать. Всякие стрелы, всякая дрисня. До 4 маны. Релимба. Даже если ты 2.6 за 4 поставишь, это уже как бы неплохо будет. Там эпик на силу героя стоит 3 маны, а не 2. Угу. Иметь надпись, когда он срабатывает. Когда он срабатывает. Ну, нахер знает. Нормальные карты. Давайте посмотрим. Имба. Моназме. Моназме вообще имба. Ходзир. За 7 маны. Боевой клич. Замораживает всех прочих существ. Существ. Здоровье замороженных существ. Равно 1. Это типа такое равенство. Но это прикольная карта. Потому что часто там к 7 мане ты, допустим, не можешь сыграть в Флэмстрайк, потому что стоит что-то жирное. А тут играешь Ходзира. Ты все замораживаешь. Делаешь 1 хп. На следующий ход даешь Флэмстрайк. Конечно, статы отвратительные. 2-7 за 7. Но опция у него... Ну, боевой клич, точнее, у него очень крутой. Прям, ну, очень крутой. Имбалансный даже, можно сказать. Боевой клич вы кладете в руку случайное... Случайное огненное заклинание. За 3 маны 3-2 уже не очень... Надо брать какой-то фаерболл. Ну, не знаю. Диная вспышка. Ваша сила героя заменяется на замораживает выбранного персонажа. При повторном использовании сила героя заменяется на наносить 1 урон, замораживает выбранную цель. Это как с шадоу-престом, то есть он сначала 2 урона наносит, потом, если еще такую заклинашку играешь, он 3 урона наносит. Пока споймаешь две эти карты, опять чьи-то мечты разглядываем. Всем привет. Привет, Торгвар. Либо за 3 маны добрать огненную глыбу. Изи. Кришинка палата номер 6. Ну, кстати, замораживать вообще... По сути, каждый ход ты диспелишь какую-то карту. Ну, это... Вообще, сильная, конечно. Обилка станет. Гном-маг. Вы берете две карты, если в вашей колоде заклинаний больше, чем существ. Вот это прикольно. Ну, построил колоду на заклинаниях, и все. И баха, и гнома-мага. Две карты добираешь. Как бы, с одной стороны, это добор, чародейский, вот этот, за 3 маны. Ну, плюс ты еще и дроп ставишь 2-2. Это как бы балансно. Ну, плюс ты должен построить колоду на заклинаниях. Профессиональный охотник. Урона заклинания плюс 2. За 3 маны 1-4. Галимые статы, но урон плюс 2 от заклинания. Под ту же СПД какую-то деку. Может заехать. Мощь тайной магии. Чароплет на заставке. Секрет. Когда противник разыгрывает карту заклинания стоимостью от 2 до 5 маны, отменяет его и замешивает его копию вам в колоду. Классный секрет. Но, с другой стороны... Не, хотя много заклинаний есть от 2 до 5 маны полезных. И плюс он не будет работать там на монетку. И на всякую дресню, которая мало маны стоит. В принципе... Огнеопасный воитель. Предсмертный хрип. Вы получаете карты Огненная пушка. Вы получаете карту Огненная пушка. Но опять предсмертный хрип. Любые карты с предсмертным хрипом, они уже становятся в априори, типа, сильнее. Чем простой шаблон за 3 маны 3-3. Ну, знаешь, 16 спылов к 12 причем не похоже на колоду на спылах. Ну да, поставил там на 1 спыл побольше и все. Дрофен, а что ты делаешь? А то я только подошел. А мы рассматриваем дополнение от Дарк Пулса, которое он со своими друзьяшками сделал. Ими-ми-ми, привет. А то я пропустил. Так, окей, мага мы посмотрели. Охотник. Выстрел навскидку. Наносит 4 единицы урона за 3 маны. Сейчас бы еще 4 урона дать охотнику. Красный Скоропит. Боевой клич получает плюс 1 к здоровью, если под вашим контролем есть другой зверь. За 2 маны есть шанс получить 2-4. Ну, то есть сыграл на первый ход Тинетника, на второй ход сыграл вот эту Дрисню или на третий ход сыграл Тинетника с монетки Красного Скоропида. Получил 1-1 и 2-4. В итоге 3-5 статы на 3-й мане поставил. Вроде бы им балансно, вроде бы нормально, не знаю. Кривожадный охотник. Боевой клич. Ваша сила героя заменяется на... Наносит 1 единицу урона. Сила героя заменяется на... Наносит 1 единицу урона. А смысл? То есть она становится как маговская или... Или как она становится? Авиана, что делать? Ну, можно собрать отдельную колоду под Авиану. Ну, тут как бы там сам смотри. Там только Савиш такими деками может играть или еще кто-нибудь. Я, кстати, смотрел, как Тайс играл через... Какая-то карта называется. Он на 3-м или на каком-то рейтинге там бахал вот этой декой. Через астральное единение. И прям нормально у него там винрейт вырисовался. Как у мага обилка становится. Ну, тогда это такое. Типа, за хера мне менять. Причем это кровожадный охотник. Он даже не зверь. За 4 маны 3-4 поставить. Плюс порезать себе обилку. Ну, такое. Ну, с другой стороны, ты можешь выбирать, куда стрелять. Ну, не знаю. Стоит ли это того. Ночная охотница. Боевой клич. Следующее использование силы героя может также применить на существа противника. Вот это даже поинтереснее выглядит. Ну, опять же, скучная карта. Опять шаблон за 2 маны 2-2. Боевой топор Рексара. Наносит резницы урона выбранному существу. За 5 маны 3-3. Плюс 3 урона наносишь. То есть, грубо говоря, можно законтролить 6 хп с первого хода. Не знаю, что сказать. Здесь зверолов. Каждый раз, когда вы разыгрываете зверя, вы кладете в руку случайную карту вашего класса. Конюк. Хотя тут рандомную карту. За 3 маны 2-4. Ну, таких карт много. Там каких-то аналогов. Именно по статам за 3 маны 2-4. Но... Ну, вроде бы ничего. Вроде бы ничего. Охотница с арбалетом. Боевой клич. Если у вас в руке нету карт, то вы кладете в руку карту Скорострельность. Мне нравятся статы 5-5. Ну, вот за 5 маны 5-5. Чисто такой стандартный шаблон. Сильный. Ну, и халявная Скорострельность получить Охотнику приятно. Ну, это Мид Ханту надо какому-то, типа, за 5 маны. Понятное дело, что в Фейсу ты его навряд ли поставишь. Охотники. Озерный Долгоног. Пресмертный Хрип призывает на поле боя Охотника 1-2. За 1 ману 1-2. За 1 ману 1-1. И призывает Охотников. Охотника 1-2. А, и тут 3 разные версии, типа. Такой Охотник. Такой, такой. Ну, это такое, типа, типа, зомби. Такой прям вообще мини-мини-крошер. Рексар с топором. С топорами и боги ностальгия. Короче, ребята, молодцы, до слез спасибо. Я авиану распылил и совсем не жалею. Ханту как-то много добора дают, а по привычке этого не хочется видеть у соперника. Ну да. Мандакир. Повелитель крови. Боевой клич. Следующий звери, которого вы разыгрываете, получает рывок и провокацию. За 5 маны 3-6. Ну, с чем ты его максимум скомбинишь? Какой есть крутой зверь за 5 маны? Ну, не знаю. Тут такую карту надо тестить и думать, что куда там. Типа, Тауриста на какого-то еще сыграть, сделать его подешевле. Плюс ту карту, что ты будешь разыгрывать, чтобы этот дэмэдж какой-то внести. Но хотя, с другой стороны, все звери, что ты будешь разыгрывать, они будут с рывками, и ты сможешь сразу контролить стол. Не знаю, это такой бафнутый, вот этот 2-5. 2-5, который дает рывок зверям. Только тут прям бафнутый. Не знаю, такое. Так, поделаем мувы какие-то. Так, паладин. Паладин-защитник. С высокогривом. А с высокогривом ты его не скомбишь. Ну, если только на 10-й ход и с монеткой. А, тигр в тени, да. Паладин-защитник. Провокация. Ну, то есть я имею в виду в один ход. Паладин-защитник. Провокация о воодушевлении, а восстанавливает себе 2 единицы здоровья. За 4 маны 2-5. Провокация. Воодушевление восстанавливает себе 2 единицы здоровья. Ну, эпик. Ну, какая-то странная карта. Я сначала подумал, может быть, на арену было бы прикольно. Ну, типа, разменялся там с каким-то мелким дропом. Плюс все время он подхиливается. Ну, такое что-то. Особо никуда не разменяешься. Боец Тихоземня. Хотя его можно забафать и, допустим, дать ему печать. С той же монетки сыграл на третий ход, потом дал печать и просто там размениваешься, хилишь, размениваешься, хилишь. Жесть, конечно. Боец Тихоземня. Боевой клич, если под вашим контролем нет других существ, это существо получает плюс 1, плюс 1 и божественный щит. Имбаланс. Имбаланс. Получаешь 4,5 Йети с Баблом. А ты, в принципе, можешь так построить ход, чтобы не было существа на столе. И это очень жестко. После какого-то фулл размена поставил его и... Просто Йети с Баблом. До свидания. Лучше бы фулл хп хилил себе. Как Гаргулья. Тогда бы жестко было бы. Вороной конь крестоносца. Следующее существо, которое вы разыграете, получает рывок. За 6 маны 4,4. Ну опять как-то комбиниться надо с чем-то. Плюс давать ему какой-то бабл, чтобы он жил. Статы очень слабенькие. За 6 маны. Не знаю. Морской браконьер. Боевый клич. Вы берете карту, если это Мурлок призывает акулу 3,3. А че арта акулы нет? Повышение. А ваш паладин, подожди-ка. За 4 маны 3,3. Вы берете карту. Ну это добор. За 4 маны 3,3. С добором сыграть? Пофиг. Акула там не акула. Если еще и акула прокнет, то прокнет. Прокнет, господи. Так ты еще и 3,3 поставишь. То есть 6,6 статы за 4 маны. Еще и добор. Забей. То есть ты как минимум добрал карту, и еще у тебя есть шанс призвать акулу. Я так понял? Если ты Мурлока призвал. Собрал колоду на Мурлоках и призывай себе акулу. Это имба какая-то. Вороной конь. Привет, простедок. Смотри, что я не сразу читаю ники просто. Я скрываю чатик. Не вижу. Повышение. Ваш паладин рекрут превращается в рыцаря длани 4,4. Иначе призывая двух паладинов рекрутов. Ваш паладин рекрут превращается в рыцаря длани 4,4. Иначе призывая двух паладинов рекрутов 1,1. То есть как корни вот эти вот. Или баф 4,4. Слушай, ну у тебя по-любому будет этот паладинчик 1,1. И за две маны получить печать на него. Ну это какая-то имба. Понятное дело, что только на него, но все равно. Там бы наверное сразу этих 1,1. Если бы такую карту добавили, 1,1 бы сразу бы контрились. Потому что, ну серьезно, это имба. За две маны получить 4,4. Или она рандомным образом. Или призовет двух рекрутов 1,1. Или получит... Или получит 4,1... Ой, 4,4 стабильно. Повышение реально... Имба. Инквизитор Вайт Мэйн. Уничтожает выбранное существо. Призывает на вашу сторону случайное существо этой же стоимости. Жесть. Просто жесть. Даже если бы оно за 10 маны было бы. Это вообще жесть. Контролишь любую карту. Даже пофиг, что там пустоты 5,4. Они даже терпимые. Для такого крутого боевого клича тем более. Но если такая карта у твоего противника. И он будет вот это вот играть в тебя. Жопа будет просто бомбить. Убил Рагнароса. Призвал к себе на стол Рагнароса. Еще поставил за 7 маны 5,4. Просто забей. Просто забей. Факел. Боевой клич. Снимает эффект немоты с выбранного существа. Снимает эффект немоты с выбранного существа. А, то есть вот. Салишь засаленное существо. Прикольно. Такую механику я давно бы хотел уже увидеть. Защитник Алдоров. Боевой клич. Если под вашим контролем существ меньше, чем у противника. То вы раскапываете секрет. Существ меньше, чем у противника. Ну, слушай. Ну, за 2 маны. Ну, вообще, как бы приятно. За 2 маны 2-3 плюс на арене на какой-то. То есть он реально может сыграть. Причем неплохо может сыграть. Божественная защита. Восстанавливает 4 единицы здоровья выбранному персонажу. Он получает божественный щит. За 2 маны хил на 4 плюс божественный щит. Неплохо. Насчет снимания сала всегда интересно было. А бафы типа все тоже возвращаются. Если да, то имба пипец. Если не будет рекрутов, то призывает их. Понял, понял. Имба среди имб. Ну, тут не знаю. Ну, тут такое. Отхил на 4 за 2 маны. Опять же, забивать какой-то слот себе. Бафа никакого не дает. Что-то хилит на 4 плюс давать ему божественный щит. Не знаю. Это какая-то объединенная вот этот свет, который на 6 хилит. И вот бабл за 1 ману. Только вместо 6 хилит на 4 и дает еще и бабл. Плюс выбранному персонажу. То есть в лицо ты навряд ли похилишь. И бабл своему герою ты не дашь никак. Ну, такое. Какое-то странное заклинание. Какое-то странное. Окей. Разбойница. Бандит-налетчик. Боевой клич вы кладете в руку карту «Удар в спину». Найс. Мне нравится. Мне нравится. Даже несмотря на то, что статы 4-3. Удар в спину лишний. Прям секс. И кто придумал эти карты? Дарк Пулсар, как ты понял. Выбранному персонажу щит. Это его на героя можно... Ну, вот я тоже насчет героя подумал. А эта карта мне нравится. Не знаю почему. Носит 3 единицы урона. Серия приемов. Вместо этого наносит 2 единицы урона всем персонажам противника. То есть, дополнительно АУЕшка. Если сыграть. Тот же веер, только без добора. И на 2 урона. Ну, у Рошки... АУЕшка, конечно, лишняя. Топ. Вы раскапываете легендарную карту существа. И замешиваете ее копию себе в колоду. Такая какая-то недоваришка, да? Только именно по легендаркам каким-то. Ну, хотя ты раскапываешь. Ты из трех легендарок можешь выбрать какую-то ситуативную. Конечно, хер знает, когда она тебе придет. Но задумка интересная. Ископаемая пантера. Боевой клич. Активирует предсмертный хрип выбранного существа. Найс, в Раптор Рогу пойдет. Активирует предсмертный хрип выбранного существа. То есть, от Арили можно скомбинить неплохо. Это тут то же самое возрождение у Шамана. Только тут с дропом. Ну, правда, таким себе дропом. Ну, из-за такого боевого клича это нормальные статы. Я сначала подумал, что они из нового дополнения. Бабл Героя можно дать. Ну, это, конечно, имба. Пантера имба. Но прикольно. Может быть, как-то если по-другому со статами поиграть, то она бы не была бы такой имбой. Так как активировать предсмертные хрипы, это, конечно, топ. Набросится. Ваше существо получает плюс 2 к атаке и способность рывок. Оно атакует случайное существо противника. Нормальная тема. Ну, правда, опять же, держать себя в колоду, это надо под какую-то определённую... А мне возражаю, донаты обожаю. Как хантовская просланица мёртвого. Спасибо за рубачики, торговар. Алё, стрим будет? Алё, стрим будет? Алё, стрим будет? Привет, торговар. Спасибо тебе за поддержку. Ну, стрим будет, ну, он идёт, как бы, видишь. Мы рассматриваем карты. Одиночные нинди. Серия приёма получает плюс 1 к атаке и маскировку. За 3 маны 4-4 получаем. Допустим, с монетки играем, плюс он в маскировке. Ну, с монетки такая карта сыгранная довольно сильно выглядит. Ванесса Ван Клифф. Боевой клич. Мы её уже, кстати, видели как-то. Дважды активирует предсмертный хрип выбранного существа. Найсец. Тем более за 3 маны 2-2. Вот такие статы для такого боевого клича, в принципе, наверное, самое то. Типа, сыграл ты там какого-то крошера, два раза в него Ванессу бахнул, наспамил стол, что капец. Ну, или там яйцо это, как Раптор Роги. Гоблин-мародёр. Серия приёмов. Выкладывайте в руку копию карты из руки противника. Вот. Бафнутый воришка. Мне нравится. За 2 маны 2-2. Копию карту. Хотя из руки противника. То есть ты можешь полную хрень собрать. 2 неруба из яйца и ещё яйцо целое. Ну, это имба, да. Ну, поэтому это и легендарка. Фокусник боевой клич. Ну, так, кстати, 3 маны, наверное, слишком дёшево. То есть ты очень рано сможешь эту камбу разыграть. То есть ты на второй ход ставишь нерубское яйцо, на третий ход играешь эту авиану, как её там, Ванессу, и просто забей. У тебя полный стол. У тебя помимо того, что яйцо 0-2 стоит, у тебя стоит существо 2-2 и ещё два этих самых... Как они? Неруба 4-4. Просто забей. Третий ход. Нереально много статов. Конечно, понятное дело, что это всё должно прийти тебе в руку, но... Хотя, что там прийти? Это две карты. Ну, такое. Бывоклич. Выкладывайте в руку монетку за каждое заклинание, разыгранное ранее на этом ходу. Ну, какой-то такой. Какой-то гильевикс, не до гильевикс. Если ты там противнику даёшь, то тут... Не, там ты получаешь монетку за то, что противник играет в секрет, а тут ты получаешь. Непонятно. Яйцо-то уберут. Да мы уж не разглядываем с дополнения. Это вообще фановое дополнение от одного из тех, кто смотрит. Яйцо удаляет. Сирпучик. На каком языке у тебя Windows? На латышском. Поглощение пустоты. Уничтожает существо противника. Уничтожает случайное ваше существо. Это у нас гулдан, да? Уничтожает существо противника. Уничтожает случайное ваше существо. За 4 маны сифон только без отхилы, да? Ну, который может за тебя хреново сыграть. Но в принципе ты можешь подставить так игру, что ты будешь играть на карту противника. Или тебе обязательно надо выбрать свою карту. Тут тоже надо как бы доработать текст. То есть ты можешь... Тут у тебя пустой ход. Пустой стол. Ты можешь сыграть это заклинание за 4. И все, как бы твоя карта не умрет. Потом уже разыграть эту карту. Ну, такое. Орг Чернокнижник. Боевой клич вы раскапываете карту стоимостью, которая равна количеству карт в вашей руке. Чего? Стоимость картой равна количеству карт в вашей руке. А, понял. То есть если у меня в руке 8 карт, то мы восьмерки раскапываем. Если у меня там в руке 3 карты, то мы тройки раскапываем. Прикольно. Мне нравится идея. Она, конечно, немножко имбалансная, но... Все равно круто. Мне нравится. Боевой клич призывает двух бесов 1-1. За 4 маны 2-4. Плюс 2 беса. Здравствуйте, мистер доктор Бум. Только такой, поменьше. Поменьше и... более юзлос. Но с другой стороны, это за спам стола. Опять же, можно спам лока собрать. Уничтожает случайное существо. Ну да, если у тебя нету существа. Охотник на демонов. Боевой клич уничтожает выбранного демона. Получает плюс 2-2. Уничтожает выбранного демона. Получает плюс 2-2. Ну, шаблон 4-4. Хотя, если ты будешь играть против того же гулдана, то получишь просто плюс 2-2. За 4 маны 6-6. Найс. Охотник на бесов совсем никакой. С одной стороны, да. С другой стороны, для спам лока такая дека существует. Она зайдет как никогда хорошо. Анатерон. Боевой клич выкладите в руку все сброшенные вами карты во время этого матча. Выкладите в руку все сброшенные вами карты во время этого матча. За 8 маны 7-7. Секс. Просто секс. С другой стороны, ты все равно пытаешься всегда как-то так подстроить свою колоду, чтобы выбрасывать менее эффективные карты. Поэтому... Ну, не знаю. С другой стороны, можно собрать там колоду на какой-то... На каком-то суккубе. Плюс вот этой карте. Типа собрать такую деку через вот этих вот малых рыцарей зла с суккубами. Типа не так обидно будет, что ты что-то полезное сбрасываешь, потом возвращаешь обратно просто эти карты. Такое. Кулак Джараксус. Эриданс. Эридарский дар. Ваш демон получает плюс 3 к здоровью и урон от заклинаний. Выбросила на... Анатурона с ожога, да-да-да, и гуляй, Вася. Ну да, кстати, есть же и тот момент, что ты его сам можешь сбросить, и как ты потом вернешь его. Так должно хватать карт на восьмой ход. Не, ну это тупо для фана. Отдельную какую-то такую механику. Колоду с такой механикой собрать, почему бы нет. Прикольно было бы. Ваш демон получает плюс 3 здоровья и урон от заклинания. За 2 маны баф плюс 3, плюс урон от заклинания. Ну это же как этот, Престовский. Только тут 2-4 дает, по-моему. Или 2-3. Вот этот... Вестника баф. Конечно, чуть поменьше. Баф-вестника вообще я имбой считаю. Да, 2-4 он дает. За 3 маны, 2-4 статы давать. Сейчас бы... Ненавижу эту карту. Просто ненавижу. Рыбок, был отлич, вы сбрасываете карту. О! Оскверненный хаффер. Был отлич выберет. Вы сбрасываете карту. Ребят, кто только что пришел и не понимает, что происходит, мы разбираем фановое дополнение, которое разработал Dark Pulsar. Чувак с чатика. Зритель, это не какой-то анонс чего-то там. Так что не раскатывайте губы. Это чисто так. Чисто так. Я думал, это System. Ну System, да. Pulsar System. Он там ник поменял. Не знаю, как его называть. Фейзлок. Неплохо, да. Адская гонщая. Несец. Нечестивая охота. Призывает на вашу сторону копию выбранного демона. Но он наносит... Призывает на вашу сторону копию выбранного демона. Наносит одну единицу урона за каждый кристалл маны в его стоимости. Не понял. А, понял. Рандомный демон из-за каждой... Сколько он будет маны стоить? Каждый кристалл маны в его стоимости. Не понял. А, понял. Рандомный демон из-за каждой... Сколько он будет маны стоить? Столько наносит урона? Блин. Это какая-то... Какая-то имба. Не, понятное дело, что ты можешь там 3-2 демона призвать. Ну, хотя опять в рандоме. Это то же самое, что это какой-то перевернутый этот самый... Бич судьбы. Вот, серьезно. Так, окей. Шаман. Покорение стихии. Наносит 3 единицы урона. Также наносит 1 дополнительную единицу урона за каждый заблокированный кристалл маны. Ну, с другой стороны, вот у тебя будут заблокированные кристаллы маны и хер ты что сыграешь. Хотя 3 маны потратишь. Если как-то после ауешки. Не знаю. Мне особо нравится эта карта. Дьявар-завр. Боевой клич получает плюс 1, плюс 1 за каждый перегруженный кристалл маны. Вот эта тема с перегруженными кристаллами маны мне очень нравится. Но это делает шамана нереально имбалансным. Просто весь класс становится дико имбалансным. То есть, если ты там поставишь Ну, то есть, если у тебя все время есть маны и есть что играть Как бы и так у шамана все карты они оверпавер по статам если посмотреть Ну, не все но большинство То есть, тот же вот этот вот тотемный голем он оверпавер Но из-за этого нужно платить с этими кристаллами Где там еще? Эта херня тоже оверпавер То есть, за 4 маны 3, 6 4, 6 за 4 маны Лем тоже оверпавер То есть, если еще из-за этой перегрузки ты можешь еще какие-то дропы ставить потом Но это вообще жесть Тем более вот такие дивозавры там какие-то за 5 маны 5, 4 ТТ мудрости Боевой клич Вы раскапываете карту со способностью боевой клич за 3 маны 2, 3 Ну, интересно опять же тотем опять что-то можно скомбинить под архетип тотема тотем шамана точнее Привет, Родион На перегрузках может где-то сыграла бы карта Ну, да в том-то и дело Энергия тотема Фаши тотема получают урон от заклинания плюс 1 Такая Бредовая карта честно говоря за 3 маны Но опять же можно собрать какую-то колоду под ту же ауешку вот эту новую Сколько она там маны стоит Много карт уже обозрели или не очень Ну, довольно много Но это фановые карты надо понимать Это их не будет в игре скорее всего вообще никогда если только если только системы не возьмут в Близзард работать Говорящие с духами Бывоклич Вы берете карту взятая таким образом карта получает эффект перегрузку перегрузка Лавовый шок в лицо на 10 урона С одной стороны да С другой стороны у тебя должен быть стол который тупо заспамлен тотемами А вспомни игру где ты больше не знаю там 4-х тотемов ставил Ну, такое редко бывает Они зачастую зачастую шаману контрят весь стол пытаются потому что те же флеймтон и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла Ну, в теории вообще может сыграть Эта карта кстати мне нравится Хотя я не сторонник вторых дропов которые именно 3-2 Мне больше нравится 2-3 Но ты помни чем больше перегрузка тем позже ты его выставишь Вы это не учли Ну, да Дух зверя Вы раскапываете зверя стоимостью 3 маны и призываете его Ну, да, кстати ты, Родион правильно говоришь насчет вот того с этими перегрузками Ты не можешь на 5-й ход Не, хотя ты можешь свой 5-й ход как-то с комбини чтобы у тебя было фул 5 кристаллов допустим закрыто Гроза 2 кристалла Ну, допустим дать ту же ауешку То есть на 5-й мане играешь просто ауешку 4-5 Выставляешь какой-то второй дроп плюс ты можешь поставить вот того 5-5 Это жесть Дух зверей Вы раскапываете зверя стоимостью 3 маны и призываете его Ну, это ты же не знаю По-моему, лучше просто взять 3-й дроп и все Такая спорная карта Восстание стихи Привет, Дубазад Вы берете 3 карты Ваш герой получает плюс 4 к броне за каждую карту в которой есть перегрузка Вы берете 3 карты Ваш герой получает плюс 4 к броне за каждую карту в которой есть перегрузка Сейчас бы шаману броню стакать Сейчас бы латышский изучить это читать по-русски но драктор ясновидец каждый раз когда вы получаете перегруженный кристалл манн наносит 2 единицы урона всем персонажем противника без вопросов комбир с грозой изи изи стабильная это самая волна огня то есть гроза минимум 2 урона наносит этот наносит тоже 2 урона и 6 но понятное дело что только на 9 мани его скомбинишь но все равно дополнительная овешка зайдет о это те самые веселые безудержные моменты на стримах когда сон так и просит ему поддаться да 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 загадочный тотем урон от заклинания плюс а плюс 1 урон от заклинания противника минус 1 за 3 маны 02 но опять же в колоды колоды на тотемах вот дрейк имба мне нравится за 6 маны 5 6 там можно так комбинить прямо за 6 маны там всяких молнии наиграть ему в лицо даже даже тебе не надо вот эту грозу давать ты можешь тупо скомбинить там не знаю тупо скомбинить с молниями его то есть там на восьмой мане его поставишь 2 2 молнии в лицо бах 4 пауе ну или там законтролить какую-то карту окей 10 ты еще там и туннельного трога поставишь или еще там что-то что бафается даже можно с этим скомбинить с вольным элементалем это жесть хотя 2 хп это дерьмо ну как тебе сказать 2 хп он за каждую перегрузку 2 наносит то есть ты можешь 2 заклинания дать и все там же так было написано каждый раз когда вы получаете перегруженный кристалл маны наносит 2 единицы урона всем персонажем противника то есть на 6 мане ну допустим на 10 мане ты играешь ты можешь как минимум там три заклинания сыграть это 6 пауе там забей плюс эти заклинания ты можешь там какой-то 8 дроп дать и он отъедет с двух тучек мага умирает с двух тычек мага умирает не ну так то он и от фаербола дохнет это понятно если так смотреть так ладно шамана посмотрели тут еще куча общих за каждый кристалл подожди за каждый кристалл или за одну перегрузку суши так он за каждый кристалл то есть грубо говоря 8 урона ты получил чё за бред то есть он же будет за каждый за каждый наносить это имба становится привет аспектик ладно экспериментатор да просто я хочу уже закончить рассматривать эти карты между надоело из предсмертных лип вы кладете в руку копию случайного заклинания из вашей руки за 4 маны 4 3 случайного заклинания из вашей руки вы кладете в руку копию случайного заклинания из вашей руки а ну в принципе можно подстроить найти момент когда сыграть там скопировать там глыбу например вторую или там еще какое-то заклинание фаербол раздваить не за каждый кристалл чем ты читаешь не за каждый каждый раз когда вы получаете перегруженный кристалл маны наносит 2 единицы урона всем персонажам противника ну это почти то же самое что каждый экспериментаторы камбу на бесконечном антохи сделать легко вожак стая бывая клич выбранный зверь получает плюс 2 к здоровью спели лучше вид досики на такую тематику в пень делать это на стриме точняк выбранный зверь получает плюс 2 к здоровью за 3 маны 23 прибав плюс 2 ничего интересного а бафнутый кабан ну не бафнутый ладно за 2 маны 21 рывок фановые карты да антон фановые карт дозорный предсмертный хрип с 50 процентами шанса призывает подкрепление 12 с провокацией предсмертный хрип с шансом в 50 процентов призывает подкрепление 12 ну в принципе нормальная карта мне нравится рыба в пузыре боевых клич если под вашим контролем есть мурлок получает божественный щит и как минимум нравится арт я хочу эту карту я хочу ее просто секс просто посмотрите на этот глаз шаман отшельник боевой клич восстанавливать четыре единицы здоровья случайному случайно распределенные между всеми вашими персонажами к это дрисня страж громового утеса предсмертный хрип выкладывайте в руку случайного воина орды это ц живет ну опять за 4 маны 4 3 вот эти вот мне не нравится статы ни одну рыбу в пузыре золотую пожалуйста да 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 заложник проклятия предсмертный хрип наносит три единицы урона вашему герою классная карта но опять же какие-то зушки напихает ее себе но три урона ну тот же да вот это 32 который хотя 23 не 23 наоборот приятнее такой интересный если под вашим контролем есть дверь получает не из толстого ветра опять шаблонка с каким-то условием такое не знаю ученые give you give you all боевой клич вы раскапываете случайного зверя не раз не раскопанные карты замешивается вашу колоду прикольно тогда какой смысл его раскапывать она ты его в руку полу получаешь а две остальные в колоду улетают но это лишний добор почему бы нет больше карту тебя получается на три карты больше на из тебя не 30 карта 33 в колоде по и по итогу на и сет не 1575 и двух могильных пауков будет неплохая неплохо выманивать римовала имба но это как бы это реально имба ну хотя там тоже опять же зверя какие-то галимы могут быть охотница на и шаблова клич ваша сила героя меняется на наносит три единицы урона случайно распределенного между персонажами противника прикольно встроенные пиу 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 встречи стрелы чаразейские тебя какая-то не обилка какие-то чаразейские стрелы становятся вместо обилки интересно мне нравится получить плюс один к здоровью каждый раз когда ваш противник берет карту это как star crusade это как star crusade не помню как называется за три маны когда ты ставишь перед ходом противника и он как минимум получается 4 но он по-любому получает здоровья плюс один потому что начинается ход и противник берет карту и ты получаешь забав то есть грубо говоря это за 4 маны 5 4 карта такой долгонок перевернутый механа долгонок принимает эффекты на даже не перевернутый оба фнутый немножко принимает эффекты на расу звери принимает эффекты на расу звери чё наставник для милроги ну да там можно прямо круто забавить принимает эффекты на расу звери а понял то есть на него также работают эффекты которые для зверей господи как же я долго до этого доходил начале начале вашего хода вы кладете в руку случайного мурлока за 3 маны 24 зверомеханизм прикольно смешанные вот эти вот тема зверя вот что так же я долго до этого шелух через вашего хода вы кладете в руку случайного мурлока ну имеет мыс место быть король мамонтов получает на одну единицу урона меньше от любого источника за 6 маны 67 но прикольно то есть там есть и бьет его не на 4 а на 3 то есть это круто если чувак там мелочи на спамят ему будет сложно разменяться понятно что от заклинания он там тоже хотя заклинания тоже меньше нанесут такое грубо говоря даешь фаербол стрела сколько наносит ну такое от 1 0 получать будет ну да то есть табилкой ты его не добьешь с фаербола ты его не добьешь надо фаерболу стрелу отдавать рыцарь из лиги очень крутой боевой клич накладывает эффект немоты на выбранное существо опять какой-то сайленс но этот поприятнее чем 4 3 который разрушитель хотя 25 не знаю не особо тоже приятный гнила пасть провокация предсмертный хрип наносит всем существам не являющимся зверями 2 единицы урона внеклассовая ауешка карта с неклассовой ауешкой но это конечно жесть можно комбинить то прикинь могу такую карту добавить blizzard гнила гнилопасть опять blizzard потом флэмстрайк потом флэмстрайк потом еще какой-нибудь конус ванус и до свидания просто не отбиться будет лунный саблезу было клич ваш герой получает 3 единицы брони хотя это легендарка то я только одну возьмешь но все равно то есть довольно интересная карта да есть условия что не зверям ну такое лунный саблезу боевой клич ваш герой получает 3 единицы брони дичь прикольная дичь только она будет имбалансная для воина мало плетелым страйков да 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 зубохлоп рывок не может атаковать героя противника и то есть он становится активным на восьмой мане ну за 8 маны 66 рывок то почему бы нет за 5 маны как мы знаем и 62 лерой тут за 8 маны но с этой 66 то есть ты можешь разменяться у них там раскопанное зло света света ухо если еще добавить гнил гнилопасть то вообще агрота не пройдет до лунный чакрум сила героя наносит 3 единицы урона случайно распределенными между персонажами противника но это вот то что было до этого заклинатель до предсмертный хрип призывает ледяного ледяного яростня 52 класс мне нравится мне нравится приду грибочек классная карта конечно полная туфта я понимаю но блин предсмертный хрип 52 призывает ледяную ярость просто ухо секс злостная гарпия боевой клич существа противника получают минус 1 к атаке существо противника именно существо я думал существа получают получает минус 1 к атаке на из такой мини миротворец мне нравится шаблон за 3 маны 33 издовой бархан боевой клич получает плюс 1 плюс 1 если под вашим контролем есть другой зверь понятно ясно понятно хулан круг так горит каждый раз когда умирает зверь это существо получает божественный щит и плюс 1 плюс 1 когда умирает зверь ну то есть можно скомбинить с собаками допустим на 8 мане и получить 88 с баблом это серьезно хули крутогорец николай привет капитан корабля боевой клич если под вашим контролем есть другой пират призывает корабельную пушку 23 nice с кабаном имба но он даже с кабаном будет имба то есть на 6 мане получить 5 5 6 6 с баблом это жесть реально жесть ну правда кабана носить свои колоди не так уж и хочется это карта мне нравится то есть опять пираты бла 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 все прикольно рак отшельник боевой клич получает божественный щит до начала вашего следующего хода то есть а до начала следующего вашего хода не мне не нравится не знаю почему я боюсь как вот этого кровавого кровавого рыцаря который может получить от но хотя не знаю такая но в твой ход у него не будет бабло и в чем прикол или будет если будет то окей все равно первую дробь какой-то непонятный гельнязкий стрелок боевой клич наносит одну единицу урона но это нормально адекватно ружейник сталь горна за нерфи на эсквайр да 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 за нервами рак херня я тоже об этом жалкий ценитель предсмертный хрип восстанавливает или наносит 5 единиц урона вашему герою а зачем мне наносить 5 урона а предсмертный хрип восстанавливает или наносит то есть 50 на 50 за 2 маны 3 300 ты интересно эта карта классная жалкий целители не знаю нам не нравится понятное дело рандомно интересно урон от заклинания плюс один урон от силы героя плюс один жалкий ценитель тоже понравился но прикольно с этим не совсем понял редкий мурлок предсмертный хрип выкладите в руку случайного в мурлока на из опять для деки для дек на мурлоках старший повар боевой клич уничтожает выбранного мурлока все ваши существа получают плюс один к здоровью класс лука 5 6 за 4 в лицо дает да но тут видишь что ты можешь и похилиться тут типа или он восстановит тебе 5 хп или он наносит тебе 5 хп то есть это прикольно маленький сторож провокация получает плюс один к здоровью если под вашим контролем есть другой мурлок ну наконец-то мурлок с провокацией да 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 я вот не понял как он с обилкой воина и шамана будет работать повар топ маленький страшный найс охотник охотник мстителей было клич получает урон от заклинания плюс один за каждого зверя под вашим контролем урон от заклинания пробафовать урон от заклинания за зверей это дичь чин 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 буйный пар портер стоит на одну ману больше за каждое существо противника на поле боя боевой клич возвращает все прочие существа в руки их владельцев такое ваниш с дропом роговский ваниш с дропом мне нравится плюс довольно приятный по статам наездник дракона стоит на одну ману меньше каждый раз когда умирает дракон пока пока находится вашей руке интересно учимся читать сфеном да я уже устал мне же надоело господи 140 карты ебанулся что ли конь смерти принимает эффект на расу звери ваша сила героя меняется на призывает коня смерти а принимает эффекты на расу зверя почему его просто зверем не сделать ваша сила героя меняется на призывает коня смерти 2-2 ни хера себе это с обилкой 2-2 существо призывает чё за имба чин 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 это чё то какая-то имба тем более за 2 маны чего да пофиг кто он он блин меняет тебе силу героя на 2-2 призывает маленький мышонок воодушевление превращается в крысу 1 и в крысу 3-3 я уже слюню пустил я уже тоже сижу тут начинающий механик боевой клич вы раскапываете карту мелкого механизма провокация предсмертный хрип вы берете карту механическая курица урон от заклинаний плюс 1 классная карта мне нравится конь смерти имба если бы сила героя работала бы так один раз то было бы норм глубинный охотник провокация 26 26 до это чуть меньше чем трясяной ползун это стабильный дракон с бафом вот как можно назвать ну точнее с таунтом это сумеречный страж только всегда с таунтом ну и не получает плюс 1 ну такое на арену бы заехал хотя я думаю так бы заехал ски 26 лунный отшельник боевой клич восстанавливать 2 единицы здоровья вашему герою за каждого зверя под вашим контролем понятно не интересно скучно снежный бивень господи какой арт предсмертный хрип призывает волка 2 2 за 5 маны 6 6 статы ну типа такое опять какая-то крошеры король дред неистовый ветер за 8 мана 58 10 урона вносит и в принципе может жить 58 статы на 5 он такой не имеет какой-то боевой грифон было ключ если под вашим контролем есть другой зверь вы берете карту конюк здравствуйте ваше выбранное существо получает способность уничтожать любое существо которое атакует о это белая змея которая дает я твоему существу на из даешь рывку размениваешь любую карту мне нравится нравки тропический укус боевой клич в начале вашего хода получает плюс 1 плюс 2 так вот hardstone не пропал начале вашего хода получает плюс 1 плюс 2 а то есть ему на доход пережить такое потом на следующий ход ты получаешь 23 существо вроде ничего уроны заклинания минус 1 только то что он умирает от почти всех обилок на так вроде ничего на арене я бы взял на пару раз урона заклинания минус 1 за 3 маны 4 4 да пофиг буру ненасытный был отличь выберете карту за каждого другого зверя под вашим контролем нормальный конюк за 4 маны 4 4 очень маленький игру старшая охотница призывает гиену 22 за 4 маны 33 призывает 22 игла шкура я бафнутая только охотник на магов боевой клич накладывает эффект немоты на выбранного существенно выбранное существо если она потеряла эффект вы раскапываете карту с эффектом немоты господи мой мозг хроматус боевой клич вы раскапываете силу хроматуса за 10 маны 8 8 дракон сила природы вы кладете в руку две карты изумрудного сна на из сила времени следующий ход противника длится 15 секунд секс сила земли ваш хроматус получает плюс 1 плюс 1 и способность провокации так себе сила магии ваш хроматус получает урон от заклинания плюс 3 здоровье выбранного героя становится равна 15 ого вот это норм комбо война 5 5 8 плюс монетка плюс рвок 28 урона нормально феникс принимает эффект эффекты на расу зверь при смертных рип вы кладете в руку карту яйца яйцо феникса яйца феникса это феникса замешивает вашу колоду феникса шесть шесть прикольно такой какой-то доработанный малорн что ли ну хотел малорн даже наверно лучше то тебе не надо еще 2 маны потом тратить каждый раз чтобы малорн вернулся в колоду господи наконец-то закончилась эта дресня сила земли на доктор попов или как его там господи наконец-то я могу покурить кидаешь проклятие каждый ход с другой стороны если скомбинить какой-то картой то есть которая там комбится от того что ты играешь заклинание 1 забей пен сохрани запись ну так она будет в воде можно будет потом вырезать 6 9 10 10 12 12 12 12 13 12 13 14